Приветствую тебя на канале Kill Contact, меня зовут Миша и мы будем играть в игру Life is Strange. Она сделана в стиле интерактивного кино, правда 2015 года игрушка, но я так подумал, что в сентябре выйдет новая часть Life is Strange 2 и хотелось бы пройти предыдущие части, чтобы как-то иметь взаимосвязь с этим всем. Ну и собственно я думаю, что вам тоже будет интересно прохождение этой игры, она очень красивая и атмосферная. Давайте попробуем. Вау, какая буря. Прям очень штормит, такая непогода, жёсткий дождь. И мы лежим прямо лицом в земле. Ну что ты поделаешь? Вставай, дорогая, вставай. Что вообще произошло? Где это я? Что происходит? Я попала в бурю? Как я здесь оказалась? Да и где я вообще? Мне тоже интересно. Стоп, там маяк. Если я доберусь туда, то буду в безопасности. Надеюсь, хоть бы дойти. Да, давай. Попробуем дойти. Вот так вот. Мы можем ускоряться, бегать. Пока что, наверное, нет. Она не очень хочет лежать. Ну, графика даже для 2015 года весьма неплохая. Здесь используется движок Unreal Engine 3. Маяк. Такое огромное торнадо. Или как это вообще назвать? Просто ужасно выглядит. Хе, твою мать. Я бы тоже так сказал, если бы такое увидел. Вау, нет. Ого, это было так странно. Альфред Хичкок назвал фильмы маленькими частичками времени. Так, слишком быстро и без субтитры. Я в классе, все в порядке. Эти частички запоминают нас лучшие и худшие моменты. Итак, можете назвать фотографа идеально запечатлившего удела существования? Я не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Диан, Арбис. Диан. Так, мы можем взглянуть на разные вещи. Вот взглянуть. Гляньте на этот ужас. И как мне показать ее мистеру Джефферсону? Я уже слышу, как класс хохочет надо мной. Глаза матерей и детей на ее фотографиях так и гнетут. Ну да. Хаунтит от глазами этих грустных мам и детей. Так, давайте. Мы можем сделать селфи? И, верно, это бухгал. Давайте. Сх-ш-ш-ш. Сх-ш-ш. 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 Вообще беспалевно так сфоткалась. Тише, Макс, сейчас дурацкое название для фотоприема. Разумеется, вы знаете, что фотопрортреты стали популярны в начале 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует фото для селфи-выражения. Простите, не удержался. Суть в том, что портрет всегда был важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Итак, Макс, разус ты привлекла наше внимание и, очевидно, хочешь поучаствовать в разговоре, не могла бы ты назвать процесс, который подарил нам впервые автопортреты? Так, и мы можем уже выбирать. Здесь в игре дается выбор, который будет влиять на дальнейшую судьбу нашего персонажа и в целом на сюжет игры. Вы меня спрашиваете, я знала, но забыла. Ну, давайте, вы меня спрашиваете. Вы меня спрашиваете? Дайте подумать. Либо знаешь, Макс, либо нет. Здесь есть люди, знающие ответ на вопрос? Это был Луис Даггер, французский художник, который изобрел Дагги Терапию. В общем, не успеваете читать все подряд здесь. Теперь ты точно застряла. Очень хорошо, Виктория. В общем, Виктория нас подосрала немножко. Невероятно популярна. Да, вообще не успеешь за ним, конечно. Давайте взглянем на пенал. Поверить не могу, что все еще ношу этот пенал. Пора бы мне сделать апгрейд 21 века. В общем, учитель мотивирует учеников, чтобы они старались и стали фотографами. А наша Макс такая неуверенная в себе. Довольно все так реально, как в сериале каком-то красивом сделано. Виктория не успевает в момент подлизываться. Ну да. Фотография. Давайте взглянем. Было круто, когда в первую неделю мистер Джефферсон решил сделать классное фото. Пусть я не хотела на нем быть, но было охренительно наблюдать, как он нас снимает. А вот я наша Макс. Да? Неплохо. Мы можем почти со всем взаимодействовать. Вот плакат еще есть. Возьми, взгляни на него. Круто, что потрясные фотографии мистера Джефферсона. Заместили на обложку журнала. Ну, здесь не очень различить, конечно. Ну. Фотооборудование. Давайте взглянем. Черт, у них есть шкативы из карбонового волокна. И оголовье закрепляется. Боже, какая же я фотозадротка. Да. Немножко есть такого. Мы можем сюда повернуться. Во. У нас картинка на превьюшку будет. Так. Мистер Джефферсон. Взглянуть или поговорить? Прошу прощения, мистер Джефферсон. Можно с вами поговорить? Да. Извините. Да, у тебя стоит извиниться. Извините. Ну, давайте выберем. А я должна участвовать. А это обязательно? Не думаю, что это так важно. Макс, фотографировать у тебя получается лучше, чем вы гад. Я знаю, выслушивать лекции от какого-то там старика, то еще западло. Но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты молода, все еще впереди, бла-бла, верно? Но у тебя есть талант. Ты одержима фотографиями. Тебе хочется запечатлеть мир таким, каким его видишь ты. И все, что тебе нужно, набраться с милостью и поделиться своим талантом с остальными. Это и отличает художника от любителя. Ну, в принципе, он прав и мотивирует так неплохо нашу Макс. Сюда мы не можем зайти, зато мы можем посмотреть на фотографии. От маяка здесь не спрячешься. Ну да, он везде. А это что? Ну, взглянуть. Здешний лес выглядит институтно, даже на фотографии. Ну, лес как лес, вроде бы. Ничего такого. Это уже какие-то личные страхи, наверное. Я так думаю. Да, Макс? Так. Телевизор. Взглянуть. Блин, лучше плазмы для учебного кабинета и не сыщешь. Ладно, я думаю, тут слишком много всяких вещей, нужно уже выходить отсюда. И вот мы уже оказались в школе. Добро пожаловать в реальный мир. О, какая дамочка. И еще одна рыженькая такая идет, а? Мне срочно нужно в туалет ополоснуть лесу и убедиться, что я не похожа на неудачницу. Ну, давай, сходи, сходи. А, сейчас время небольшой заставки, наверное, будет. Ну, да. И она погрузилась в мир музычки. Слушает и наслаждается. Просто себе стоит, кайфует. Все, идем в туалет. Давай, давай. Эпизод Хоризолида как-то. Шкафчик. Взглянуть. Так бесит, что каждый может заглянуть в мой шкафчик. Так. Неплохо, неплохо. American Girl. Идем тебе вот в туалет. Никого, это хорошо. Никто не увидит мою кислую мину, кроме меня. Ну, идем, идем. Такой тубзик. Граффити. Ну, вот, зачем кто-то пишет подобный бред? Потому что такие вот люди. Плакать, взглянуть. Там было плакать. Последний раз, когда мне вкололи вакцину от гриппа, я им заболела. Так что соясните. Ну. Где было плакать только что? Не, плаката не плакать. Раковина использовать. Давай, умойся. Расслабься, перестань себя терзать. У тебя талант. У тебя есть подарок. Хуйня, все это. Когда закрывается дверь, открывается окно. Или что-то типа того. Такая синяя бабочка. Ладно, дорогуша, такое фото не каждый день можно сделать. Давайте подойдем ближе. А вот можно фото сделать. Скажи, сыр. И вылетела птичка. Полароид. А что, парень зашел в женский туалет? Не понял. Все хорошо, Нейтан, не паникуй. Все в порядке, бронишка. Просто посчитать до трех. Не бойся, это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Ты здесь босс. Так, чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как я сказала. Теперь, давайте поговорим о беднестах. Я не знаю ничего для тебя. Верно. Ты в хелло, тачка. Это моя семья, а не моя. О, Бу, 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 боже, бедный и богатый сопляк. Думаю, твоя уважаемая семейка поможет мне, если я обращусь к ним. Черт, я уже вижу заголовки. Не втягивай в это, сука. Я всем могу рассказать, что на этом близко в торчок. Я их понятия не имею, что это такое, во что ты ввязываешься. Ого, он с пистолетом в школе. Никогда не указывай мне. Не достало. Блин, какой-то псих вообще, реально. Мажор псих. Ни хрена себе. Он ее завалил? Офигеть. Офигеть. Воу, что это за хуйня? Как такое возможно? Я была в туалете. Чувак застрелил бедную девушку. Я подняла руку, а затем оказалась здесь. Я была в туалете. Я уже слышала эту лекцию. Эту лекцию я уже слышала. Над Кейт снова издевается. Если сейчас зазвонит телефон Виктории, все это в заправду. Взяла наша Макси и тупо вернула время обратно. Нужно идти до конца. Неужели я действительно могу поворачивать время вспять? Виктория? Почему Арбис? Удерживайте правую кнопку, чтобы перемотать время. Наш фотоаппарат сейчас снова восстановится, да? Итак, кто может назвать фотографом? Я ходячая машина. Блин, да. Макс, не психуй, патараны. Держи себя в руках, Макс. Когда я сделала селфи, Джеккерсон задал мне вопрос. Если он сделает это снова, значит все за правду. Ну давай. Снова сделаем селфи. Но я могу представить любого из вас в твердой стороне. И выстрелить вас в моменте десперации. И любого из вас... Тише, Макс, я сейчас сделаю так называемое селфи. Ну да, то же самое повторяет, что и в начале. И Макс... ...а душе. Я точно знаю, что не сплю. И это правда происходит. Я уверена. Я могу сказать, что в 18-х годах, ваша генерация была... ...значитесь, я действительно могу возвращать время. Селфи, экспрессия. А что, если эта девушка еще не мертва? Что, если я ее могу спасти? Мне как-то можно скорее отправиться в туалет и выяснить. О, я сейчас нас буду спрашивать. Я плохо себя чувствую. Мне нужно в туалет. Да, мне нужно в туалет. Извините, но мне нужно срочно в туалет. Неплохая попытка, Макс. Но так просто тебе не отделаться. Поговорим после занятий. А я должен спасти эту девушку. О, черт. Джекерсон хочет заставить меня после занятий. А я ведь должна спасти эту девушку. Это процесс, который дает портретам жестокий, рефлективный стиль, как мяр. Сейчас ты совершенно встал в ретро-зоне. Сад фейс. Что, если бы я ревинди снова? И дай ей правильный ответ. Спейс. Что, если бы я ревинди снова? Спейс. Ставит себя очень популярным. Продолжение следует... Продолжение следует... Правую кнопку мыши удерживаем, окей. Давай, мотай, мотай. А, можно шифт, чтобы быстрее мотать время. Вот. Все. Итак, Макс. Он у нас спрашивает вот... А мы уже знаем заранее правильный ответ. Вот. Даггера типный процесс, да. Его изобрел французский художник по имени... Луи Даггер, примерно в 30-х годах. Похоже, кто-то делает уроки. Все, обломили Викторию. Так, что мы можем еще сейчас делать? Макс... О, все, перемена. Победитель полетит со мной в Сан-Франциско. Ну да, это неплохой старт. Тейлор, не спеши. Я еще ждал твоей вход. И, да, Макс, я вижу тебя, пытаясь не видеть меня. Макс, ты не умирен. Ты не умирен. Пришло время стать героем для меня. А нам нужно еще раз к ней подходить. Поговори. Извините, мистер Джефферсон, могу я поговорить с тобой? Да, извините. Нет, Виктория. Извините нас. Я никогда не оставлю одной фотографии будущей стартой, передавая ей фотографию. Я не избегаю. Я не избегаю, просто тянешь время, ждешь подходящего момента. Именно так. Макс? Макс, только не затягивай. Как сказал Джон Леннон. Жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно. Строишь другие планы. А теперь иди, не хочу тебя задерживать. Ну да. В принципе, правильно сказал. Так. Нужно Ctrl нажать, чтобы отменить предыдущее действие. А что, нужно не так было ответить? А ну-ка. Виктория, ты все еще должен быть. Извините меня. Мистер Джефферсон, могу я поговорить с тобой? Извините. Давай, Виктория. Извините меня. Я никогда не оставлю одной фотографии будущей стартой в Войде передавая ей фотографию. Как сказал Джон Леннон. Я почти закончила. Как сказал Джон Леннон, жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы. Ну да, ответили словами учителя. Нормально. Я верю в тебя. Молодец, что веришь в нас. Так, а сюда мы не можем. Но все-таки графика красивая, хоть оно все и типа нарисованное. Книги. Взглянуть. Эта девушка нужна твоя помощь. Ладно, идем-идем. Надеюсь, я успею добраться до туалета вовремя. Пожалуйста, ну пожалуйста. Возьмите шифр, чтобы убежать быстрее. Крэйзи. Пошифтуем тут. Туалетик. Открывай. Окей, Макс. Ретрейс. Так, Макс. Повтори каждый шаг. Я умылась. Порвала фотографию. Далее сюда залетела бабочка. Я ее сфотографировала. Не втягивай их в это сука. Я всем могу рассказать. Хм. Говорит сам с собой. Так, а что нам делать? Пожарная тревога. Взглянуть мне. Нам не надо. А что мы должны сделать? Что мы должны сделать? Фак. Давайте перемотаем. Так, мы должны сейчас все успеть. Молоток у нас есть уже. Молоток. Так, ну мы спасли эту подругу. Очередной дерьмовый денек. Это невзаправду. Такого не может быть. Я видела, как девушку застрелили, а затем спасла ее. Что за хуйня тут происходит? Не сходи с ума. Ну да. Есть немножко в тебе сумасшествие. Открывай. Эй, ты, что сирену не слышишь? Она означает, что ты должна быть на улице. Мне нужно было в туалет. Девочки всегда так оправдываются. Оправдываются, но за что? Блин, как он быстро все говорит. Тогда проваливай отсюда девчушка. А? Спасибо, мистер Мадсон. Это директор школы подхода. Нет оборудования здесь. Отключите сирену. Это ведь ваша работа. Хм. Ну да, ну да. Так. Куда мы идем? Вот так вот. Прекрасно. Так, нужно с ним пообщаться. А, это ректор. Поговорить. У тебя взволнованный вид. Ты в порядке? Я просто волнуюсь за свое будущее. Ты вся вспотела, точно ничего от меня не скрываешь? Ты всегда можешь быть откровенна со мной, Макс. Или ты сделала что-то плохое в этом проблема? Макс, расскажи мне. Хм. Настучать, не рассказывать о Нейтане. А пофиг, давайте настучим. Настучать. Я видела, как Нейтан Прескотт размахивал пистолетом в женском туалете. Нейтан Прескотт? Ты уверена? Да, у него был пистолет, а еще он разговаривал сам с собой. Честно. Он бормотал, словно псих. Успокойся. Получается, ты его видела, а он тебя нет. Я спряталась за кабинкой. И у меня было полное право там находиться, ведь это женский туалет. Конечно, конечно, я только хочу понять, что случилось. Мистер Прескотт происходит в известной семье в городе. А еще он один из самых почитаемых студентов. Сложно поверить, что он размахивал оружием в женском туалете. Что случилось потом? Потом он ушел. Я выбежал сюда, и теперь не знаю, что делать. Вы его накажете? Это серьезное обвинение. Я лично должен во всем разобраться. Ну, понятно, что не будете его наказывать. Спасибо, что рассказала. Это и все после того, что я вам рассказала? А теперь пошла вон сюда. Пошла вон и все. Нормально так. Естественно, этот офисный платтон ничего не предпринят, поскольку этот владеет компанией этой. Такая школа. Красиво все сделано, реально. Очень красиво. Так, и мы можем уже ходить. Эйтан Прескотт, подойдите ко мне в кабинет. Спасибо. Рэйчел Эмбер. Она выглядит такой красивой и амбициозной. Интересно, что с ней произошло? Пропала, да? Читать. Пропала без вести. Последний раз видели в Академии Бэй. День исчезновения 22 апреля 13-го года. Приметы, возраст 19 лет, свет волос блондинка. На игре татуировка в виде дракона. На внутренней стороне левого запястья татуировка в виде звезды. Если у вас есть какая-то информация, пожалуйста, позвоните по телефону. Спасибо. Ну, понятно. Теперь ее разыскивают. Так, хорошо. Мисс Грант. Что она нам может поведать? Здравствуйте, мисс Грант. Макс, можешь уделить мне минутку? Знаю, все любят подписывать петиции, но ты могла бы сделать мне одолжение и сначала выслушать? Конечно. Нет. Давайте выслушаем меня. Конечно, у меня всегда найдется на вас время. Что за петиция? Дэвид Мэтсон, наш начальник охраны, хочет разместить камеры наблюдения по всему кампусу. Везде. В коридорах, в классах, в спортзале. Это старая школа, а не тюрьма строгого режима. Это безумие. Камеры могли бы помочь. Ну да, камеры могли бы помочь, Рэйчел. Я вижу обе стороны монеты. Ты здраво мыслишь, Макс. Все мы молимся за благополучие, Рэйчел. Да благословит Бог ее душу. Но эта петиция не имеет. Академия Блэквилл имеет богатую историю, начиная с коренных американцев, основавших эту землю, и заканчивая первопроходцами, сохранившими этот мир. Вы много знаете, коренные американцы. Ладно, давайте, вы много знаете. Вы много знаете о Блэквилле. Наука – это история Макс. Мне бы хотелось преподавать местные знания. Я знаю много интересных фактов об этом месте. А теперь пока я не задала тебе домашку, подпиши, пожалуйста, петицию, дабы наш кампус не вернулся в 84-й год. Подписать петицию? Нет, мы не будем подписывать. Мисс Грант, я уважаю вашу страсть и глубокие познания, но с камерами наблюдения я бы чувствовала себя безопаснее. Я не против безопасности Макс, но она не должна нарушать личное пространство. Ваше поколение и так обманом заставили думать, что каждый шаг нужно отслеживать вроде бы. Так. Это действие будет иметь последствия. Не, ну мы же правильно сделали, а как? Ну, камеры-то в любом случае нужны, если какой-то беспредел в школе происходит и так далее. Нам нужны камеры. Как ты не крути. Такая вот Макс. Надо быстренько прочесть смс-ку. А как тебя прочесть смс-ка? А вот. Ой, стопэ, не игнорь меня. Сорян, опаздываю, безумный денёк. Встретимся на парковке. Я буду ужасно круто выглядеть. Поймёшь, когда увидишь. Уже приготовила камеру, скоро увидимся. А что здесь есть? Ого. Это дневник типа её? 12 страниц. Как на первую. Самая-самая первая. Вот. Меня зачислили в Академию Блэквилл. Если бы слова могли танцевать, они устроили бы сейчас рейв. Я ни разу не была на рейвах, но какая разница, ведь меня приняли в Академию Блэквилл. Она довольна этим. Ну вот и всё. Прощаюсь с Сиэтлом и возвращаюсь в Академию Бэй. Многие люди выбирают колледж поближе к родному городу. Похоже, я не исключение, пусть и не была здесь пять лет. Из всех школ искусств на свете я выбрала ту, что находится в городке, из которого я с радостью уехала. Вот так вот. Думаю, здесь очень много текста. Если вам интересно, то можно всё это дело на паузе будет прочесть. Я все странички сейчас открою. Меня загрузили домашней работой. Вот отстой. Могли бы дать хоть день для акклиматизации. Но что доказать, что я не полная неудачница, я завела нового друга. Его зовут Уоррен Грэм. Он настоящий гик и к тому же мрачный и остроумный. Домашка меня убивает. Уверена, учителя задают всё больше, чтобы мы перестали чувствовать себя особенными. Да, есть такое. Не знаю, люблю я это место или ненавижу. У меня, блин, с естествознанием проблемы. Как будто бы у меня есть до него дело. Хорошо, что Уоррен рядом. Жаль, что я не могу клонировать его и отправлять на занятия вместо себя. Да, да. Октябрь мой любимый месяц. Лучшая погода в году. Люблю смотреть, как листья меняют цвет. Превращаюсь в крошечные огоньки. Но сейчас всё ещё чертовски жарко. Спасибо глобальному потеплению. Поэтому нельзя насладиться ни пальто, ни свитером, ни ужастиками. Но ничего. Скоро Кейт одолжила мне... А, скоро. Кейт одолжила мне октябрьскую страну Рэя Брэдбери. Вот так вот будет смотреть. Пожалуй, это самая странная запись в моём дневнике. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с самого причудливого сна в моей жизни. Я оказалась в эпицентре Буря. А, ну это то, что она видела в начале, когда мы только начали игру. Я ужасно себя чувствовала. Хотела уединиться в туалете и умыться. Это то, что в туалете моё произошло. Так, ну... Тут всё более-менее понятно. И вот последняя страница. Итак, мой школьный день начался с апокалиптического сна. А закончился тем, что я спасла чужую жизнь и обнаружила у себя способность обращать время вспять. У меня просто слов нет. Да, ты суперспособная девочка. Так, Макс, Джефферсон, Кейт, Виктория, Нейтан, Дэвид и Ректор. То есть, по ходу игры мы будем открывать новых персонажей. Эпизод 1. Так, ну, более-менее всё понятно. Потому что... И так, не следует сходить в общагу и забрать оттуда флешку. Нажмите тап, чтобы открыть свой дневник. А, вот задание появилось. Ну, я понял. Так, как выйти? Во. А, с этой девушкой мы можем взаимодействовать? Нет, нельзя. Выставочный стенд, взглянуть. Очень круто, что Blackwell устроили выставку работ мистера Джефферсона. Какой-то он такой, типа, испуганный. Да... Ну, в целом, прикольно всё. Фонтан. Присесть. И что, зачем тут присесть? День выдался безумным. Всё происходит слишком быстро. И всё какая-то бессмыслица, эти видения и силы. Я всё жду, когда снова проснусь. Но даже если это и сон, я-то не сплю. А это значит, что я каким-то образом смогла повернуть время вспять. Это должна быть какая-то причина. И я её выясню. Может быть и выяснишь, не знаю. Что, будем вставать? Или ещё посидишь здесь? Стелла. Поговорить. Привет, Стелла. Привет, Стелла. Эй, я тебя знаю. Ты тихоня из класса Джефферсона. Он классный, согласна? Он замкнутый. Думаю, да. Пока не уверена. Я не уверена. То есть, он, конечно, гений, но я всегда согласна с его взглядами. А, не всегда согласна. Порой он бывает претензионным. Если бы Виктория его не захомутала, то я бы точно с ним. Такая вот девочка хотела бы с учителем? Ладно. Раз уж ты об этом заговорила, ни за что Виктория. Нет, ни за что. Ни в коем случае. Из-за тебя у него могут быть проблемы. И он не стал бы спать со своими ученицами. Это ты так думаешь? Как это ты поняла? Тебе ещё многому предстоит здесь научиться. Рэйчел Эмбелл стопудов с ним переспала. То есть, я слышала из достоверного источника. Ты знала Рэйчел? Интересно. Ты знала Рэйчел? Выходит, ты знала Рэйчел? Я бы так не сказала. Я видела, как она тусуется с крутыми ребятами, вроде Виктории. Такие компашки, это не моё. Но я слышала много. А вот, вроде, кстати, и этот парень, которого обижали в коридоре. Да, Дэниел. А ну, привет. Как дела, Дэниел? Привет, Макс. Можно я задам тебе вопрос? Ты не против, если я тебя нарисую? Правда, я выкладываю свои скетчи на Facebook. Для меня это было бы частью. Честью. Мне бы этого не хотелось. Ну да, нарисуй нас. Это было бы честью для меня, Дэниел. Как я чувствую себя музыкой. Забавно, что ты это сказала. Я как раз думала о своей настоящей мусе Рэйчел Эмбер. Ты знал её? Что с ней случилось? Плакаты с ней повсюду. Начинаю рисовать. Ладно, они все, походу, не знают. Давай, начинай рисовать. Ладно, давай приступим к рисованию. Хоть мне далеко до Рэйчел. Не говори глупости. Ты отличная заместительница. А, так он прямо сейчас будет нас рисовать? О, это очень хорошая поза. Ну да. Рисует нас. Здорово, здорово. Классно, камера ещё с разных ракурсов. Лучший портрет в мире. Ну всё, у нас появился портрет. Это действие будет иметь последствия. За каждое действие здесь будут последствия. Ну, в принципе, это нормально. Тем более для такой игры. Да, Макс? Указатель, указатель. Взглянуть. Мне нужно пойти туда и забрать флешку Орена. А, ну всё-таки нам сюда. Чё, не могу пройти? А, пойти к общежитию. Ну давай. Вот такое общежитие. Точнее, его задний дворик. Либо передний. Ремонт делают. Да! Жизнь идёт в своём русле. И мы есть часть её. Надо подняться наверх и забрать флешку у Орена. А там птички ещё летают. Нет! Да, неплохо так. Красиво. Весьма. Взглянуть. Общежитие Прескота? Боже правый! Моя общага принадлежит семье Нейтана? Да, этот мажор всё тут захватил, видимо. А чё здесь? Взглянуть, что это? Даже не верится, что у меня есть своя комната. Так, друзья, я думаю, на этом стоит сделать паузу. В следующей части продолжим проходить Life is Strange. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокол, чтобы не пропускать новые части этой игры, а также других игр. Пока-пока!